Всем привет, уважаемые зрители канала Амаркет. С вами Александр Котин. Сегодня среда и мой выход в плане обзора финансовых рынков. Расскажу о своем мнении по валютному рынку, по основным валютным парам золоту, посмотрим РТС, нефть и фьючерс на доллар, естественно. Также хочу напомнить, что как всегда вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. Если у вас есть какие-то проблемы в трейдинге, я вам постараюсь помочь. В течение 40 минут поработаю с вашей ситуацией. Посмотрим, что у вас сейчас есть, что получается, что не получается, к чему вы хотите прийти, какие есть проблемы, которые вам мешают. Мы хотим прийти к вашему желаемому результату и сделаем план дальнейших действий, которые вы сможете внедрить и получить желаемый результат. Либо самостоятельно, либо с моей дальнейшей помощью, если вы посчитаете, что она вам будет нужна. Кроме того, хочу рассказать о том, что у меня есть инстаграм фэкскоуч.ру. Там я веду блог и пишу о волнах Эллиота, пишу о методах Билла Вильямса, которые я применяю. И также рассказываю о ситуации на финансовых рынках в сториз. Ну и да, снимаю какие-то короткие ролики на полезные темы. Давайте начнем. Итак, евро. У нас тенденция восходящая остается. В импульсе идет развитие. Я считаю, что этот импульс имеет удлинение. И здесь как раз-таки характерные движения рынка для удлиняющейся волны. Здесь мы видим дивергентный бар. Но на мой взгляд, здесь он образовался на какой-то новой импульсной волне. По всей видимости, развитие коррекционного паттерна идет. И я бы рассмотрел после завершения этой коррекции точки входа на покупку. Где-то в районе зоны предыдущей коррекции. С меньшего таймфрейма. Возможно, попробовал бы зайти дальше по тренду на покупку. Что касается британского фунта, то в данном случае также имеем дивергентный бар на дневном графике. Обновили максимум. И получается, что здесь много дивергенции. Идет развитие, возможно, волны А. И после ее завершения, я думаю, что с коррекцией можно будет попробовать пойти в шорт. Но, на мой взгляд, вся вот эта волна, она еще не закончена. По всей вероятности, в ней только 1, 2 и вот этот 3. И развитие идет четвертой волны. Поэтому не исключено, что где-то здесь, в районе зоны предыдущей коррекции, возникнут новые покупки. И очередное обновление максимума произойдет, возможно. Дальше. Швейцарский франк. Здесь вот есть сигнальный бар. Да, он не самый минимальный, но он так называемый приседающий. И, вероятнее всего, здесь можно попробовать открыть сделку с очень коротким стопом в 10 пунктов на 4-часовом графике. По причине того, что, скорее всего, здесь идет развитие коррекционной волны. Вниз волна не закончена. И, по всей видимости, это первая, то есть это была третья, четвертая, а это первая, вторая, третья, развитие четвертой волны в большой пятой волне. То есть вот в этой вот. И минимум еще не обновлен, так как тоже идет импульс с удлинением. Иена, возможно, 1-2 паттерн. Здесь был сигнал продажи. Возможно, внутри прошел импульс, идет его коррекция. И не исключено, что отсюда могут новые продажи прийти. Но надо аккуратно, потому что иена, она коррелирует с золотом. И, соответственно, если золото сейчас у нас корректируется, иена может ослабнуть немного против доллара. Австралийский доллар. Австралийский доллар здесь, на мой взгляд, вполне возможно дальше развитие по тренду. И в данном случае, надо обратить внимание на недельный график, здесь вполне возможно удлинение импульса и возврат, скажем так, дальше в тренд. Здесь, получается, в четырех часах я вижу импульсную волну. Вот здесь ее хорошо видно. Есть дивергенция между третьей и пятой волной. Волна А. И, возможно, это развитие волны Б. То есть сложной какой-то волны Б, а волны С еще здесь не было. Поэтому я слежу вновь за обновлением вот этого минимума. То есть один раз уже мы это касание сделали, но здесь не было импульсной волны. Поэтому я посчитал, что волна Б, она просто не закончена. Есть сигнал на продажу, но я бы не стал заходить в шорт. Я бы дождался, пока вся коррекция закончится, для того, чтобы посмотреть сигналы по тренду. Вот так, более стратегически. Что касается новозеландского доллара, на мой взгляд, на недельном графике здесь незаконченный импульс. 1, 2, 3, 4. Вот развитие пятой волны идет. Соответственно, на дневке, тут вот есть бар, на продажу. Возможно, я бы не стал его брать, потому что он против тренда. Но в данном случае также в четырех часах есть импульсная волна. А, вероятнее всего, это неправильная коррекция в волне Б, потому что здесь тройка. И возможно, развитие вот сюда, вот к этим минимумам. Соответственно, зона предыдущей коррекции и минимум волны А. Дальше что? Канадский доллар. Тут идет удлинение. Стоит обратить внимание на недельный график. И в этом случае здесь стоит заметить, что обновили минимум волны А. Пришли в зону предыдущей коррекции. АО растет. И, возможно, идет развитие дальше этой импульсной волны с удлинением. Именно поэтому здесь есть множественные дивергенции и нет завершения. То есть, очень вероятно, что это какая-то первая волна уже в новом импульсе вниз. То есть, с ее коррекцией, вероятно, новые продажи придут. Что касается золота, на дневном графике у нас есть два дивергентных бара. Один и второй. И, по всей вероятности, если брать вот уже часа четыре, есть два варианта. Либо это один, два, три. Либо это первая, вторая. Вот это все третья. И в ней первая, вторая и третья. В данном случае это не имеет абсолютно никакого значения. Потому что я опираюсь не на то, сколько здесь было волн. а на ценовую модель, так называемую ABC-коррекцию. И когда я увижу эту ABC-коррекцию, тогда я буду рассматривать дальше входы по тренду. Пока идет развитие этой коррекции. И по всей вероятности, имеем дело с волной А. Один, два, три, четыре. Вот пятая еще здесь не развилась. То есть, не обновила минимум. Не сформировала дивергенцию таким образом. Серебро обычно я не торгую. Его сложнее торговать, чем золото. Например, даже так. Один, два, три, четыре, пять. Возможно, это А, Б. Либо это была коррекция. Развитие какой-то первой волны вверх идет. И, соответственно, она корректируется. Либо внутренняя коррекция. Так как здесь есть раз дивергентный бар, два дивергентный бар. И вот с точки зрения четырех часов это выглядит как ABC-паттерн. Возможно, отсюда придут новые покупки. С P500 здесь идет удлинение. То есть, вот появился дивергентный бар. Он, соответственно, без так называемой ангуляции. То есть, не удаляется в сторону от линии баланса. И это и развитие нового импульса. Один, два и вот три. Я думаю, что перепишем максимумы. И то, что касается недельного. Это первая, вторая, третья волна. То есть, тут еще конца и края этого роста, на мой взгляд, нет. Что касается биткоина. Пока здесь рассматривают как ABC-паттерн. Возможно, здесь есть первая, вторая. То есть, если здесь и заходить, можно с этого бара, со стопом по минимуму этого бара, с заранее понятным риском, разумеется. А не, скажем так, не на все деньги. И чтобы этот риск был понятен, его надо предварительно рассчитать. Что касается четырех часов, не исключено, что в волне С, получается, была первая, вторая, третья, четвертая, пятая в первой. Потом третья, четвертая и вот пятая. По ценам закрытия, если смотреть, тут будет дивергенция. Потому что вот эти длинные тени, они не учитываются. И очень вероятно, что это один-два паттерна здесь. Вот так. Нефть марки Brent обновили максимум. Долго сомневался в том, что это такое. Пятая волна или волна B. Вот здесь было разночтение. Но обычно данные методы, они позволяют увидеть следующее. Когда есть первая, вторая и третья волны, ну и, соответственно, четвертая, то здесь будет сложная торговля. Поэтому все это время нефть я вообще не трогал. Потому что я понимаю, что тут не будет точек входа с высоким потенциалом. Даже если там пытаться что-то внутри дня делать. Обновили максимумы почти. Я думаю, скоро обновим. И в этом случае надо уже будет смотреть, будет тут коррекция какая-то или нет. Так. Что дальше? Дальше получается фьючерс на доллар. Как раз сейчас показал, что у меня там выставлена отложка на покупку. Ну, для начала индекс РТС рассмотрим. На мой взгляд, получается здесь 1, 2, 3, 4. Развитие пятой волны идет с удлинением. И когда весь этот импульс достроится, вероятно, у нас придет какая-то коррекция. Либо сюда, либо надо будет смотреть, что у нас происходит вообще с индексом в принципе. Поскольку на старшем масштабе, вот если мы возьмем неделю или месяц, тут надо обратить внимание на то, что здесь цена давно уже находится в диапазоне. И не исключено, что здесь такая вот треугольная коррекция. Если мы обновим максимумы, получается, с прошлого года, то не исключено, что мы можем уйти и глубже. То есть уже к нижней границе этого большого треугольника в месячном графике. Что касается фьючерса на доллар. Фьючерсы на доллар. Покупаю с осторожностью. Да, здесь, получается, зацепили минимум. С точки зрения, получается, глобальной картины. Кстати, да. Лучше, наверное, открыть доллар-рубль непосредственно в терминале. Посмотреть, что там происходит. Так, минутку. Возьмем недельный график. То есть это была третья волна. Это развитие пятой волны. Первая, вторая, третья. Вот здесь может быть сложная четверка в виде треугольника. И вполне возможно, мы увидим дальнейший рост когда-то. Вопрос там когда. Потому что такие коррекции, они могут завершаться внезапно, а могут и длиться долго. Именно поэтому, то, что мы видим на дневном графике, здесь был бар, он был без мощной такой ангуляции. Было удлинение, обновили минимум. То есть тут практически параллельный рынок. Ну и можно зайти с понятным риском. Если выбивает, соответственно, надо смотреть, что происходит дальше. Вот так. На этом, пожалуй, у меня на сегодня все. Не забывайте про мой инстаграм fxcoach.ru Ссылка будет в описании. И если нужна будет моя помощь, записывайтесь на бесплатную консультацию. Поработаю с вами в течение 40 минут и уже примем решение, что делать дальше. Поработаем с вашими проблемами. Покажу, как можно выходить на результаты. И да, кстати, у себя в инстаграме я вчера опубликовал пост, как я сделал на фондовом рынке 22,5% уделяя рынку буквально 15 минут в день, торгуя только дневные графики. На этом у меня на сегодня все. С вами был Александр Котин. Желаю успешного трейдинга. До новых встреч. Пока.